ну немножечко расскажу о себе с композитами меня связывает семь последних лет моей жизни то есть на протяжении этого времени я занимаюсь данной темой в общем-то начал свой профессиональный путь в этой области с того что стал специалистом департамента исследования и разработок в компании которой работаю и на протяжении семи лет занимался развивал различные проекты отвечал за разработку тех или иных продуктов вот сейчас в общем то занимаюсь тем что отвечаю за все разработки в рамках нашей компании о компании расскажу немножечко попозже в завершающей части своей презентации о чем хотел рассказать бы вам сегодня и вообще с какой целью с какой идеей мне бы хотелось провести сегодняшнюю лекцию но если это мы назовем так хотя для меня это слишком громко звучит мне бы хотелось с вами просто поговорить сегодня и немаловажно для меня чтобы с вашей стороны тоже был интерес были какие-то вопросы и темы для обсуждения тоже я понимаю так же как и вы несколько лет назад я был тоже выпускником вуза и мне было очень интересно чем же мне на самом деле в жизни заняться и в чем начать себя реализовывать как специалиста какой свой профессиональный путь строить тогда я долго размышлял долго анализировал какие есть возможности я выпускник химического вуза химик технологического то есть можно было пойти совершенно в различные направления и в пластмассы и в различные неорганические материалы но что мне привлекло в композитах то что композиты это на самом деле такая сейчас наверное верхушка скажем технологического уклада развития химической отрасли конечно есть нанотехнологии конечно есть различные там другие всевозможные отрасли химические но композит это очень такая широкая сфера потому что там и классические химические технологии присутствуют синтез различные там полимеры пластики и прочее и плюс это очень интересная составляющая связанные с объединением свойств различных материалов так вот чтобы я хотел хотел бы вам сегодня рассказать про композиты чтобы вы наверное для себя эту историю как-то более качественно сформировали своем понимании подумали не интересно ли вам заняться композитами может быть кто-то для себя найдет в этом очень интересное занятие рассказать я хотел сегодня немножечко совершенно про виде про композиты введение в композиты потому что ну как мне рассказали вы ученики и студенты в общем-то профильного факультета кафедры наноматериалов композитных материалов так или иначе об этом наверное слышали и должны немножечко представлять что это такое более подробно хотел бы рассказать про углеродное волокно поскольку углеродное волокно это сырье для очень высокотехнологичного класса полимерных композиционных материалов который позволяет создавать изделия с уникальными свойствами все шире и шире внедрять их в различные отрасли промышленности рассказать немного о том что сейчас происходит в мире в области полимерных композиционных материалов и в частности углепластиков и рассказать что мы делаем брусатыми для того чтобы попасть в эту струю для того чтобы занять место в отрасли в мировом масштабе все наверное знают что композитные материалы на самом деле не какие-то там супер высокотехнологичные изделия например ракеты или самолеты композитный материал существует очень давно и вот яркими примерами композитных материалов которые испокон веков существовали которые даже не человека сама природа до создает это гнезда птичьи которые глины склеивают различные ветки тем самым добиваются того что у них получается крепкое и прочное жилище это лодка это кирпич соломы усиленный то есть это все яркие представители композитных материалов вот не знаю задать такой вопрос хотел бы вам как вы думаете какой сейчас сейчас самый распространенный промышленно производимый композитный материал который я уверяю вас и окружает нас даже прямо сейчас который производится больше всего в объемах в мире кто знает поднимайте варианты как правильный ответ но есть более распространенный композитный материал еще какие версии у кого есть но не стесняйтесь о железобетон да на самом деле это сейчас самый массово производимый композитный материал потому что вы знаете железобетон это сочетание арматуры металлической и бетона бетон плохо работает на растяжение на изгиб металлическая арматура но хорошо но бетон хорошо работает на сжатие металлическая арматура хорошо работает на растяжение на изгиб их соединяют и получают материал который включает себя лучшие свойства из двух различных материалов и тем самым позволяет создавать новые изделия строить очень высокие дома делать какие-то балки бетонные которые позволяют избежать скажем того что материал если бы он был один как бетон просто он бы разрушился так материал не разрушается и открывает новые возможности перед людьми плане применения материала вот тем самым мы подошли к своего рода определению критериям композитных материалов это если рассказать более простыми словами это материал который состоит как минимум из двух разных составляющих из двух компонентов это армирующий компонент который определяет механику прочностные характеристики и это матрица которая скажем дает монолитность которая заставляет армирующий компонент работать вместе да потому что если у нас есть веточки из которых делается гнездо у птицами когда их глиной склеивают эти веточки работают уже как единое целое так и в данном случае матрица и также матрица определяет определенные теплостойкость химическую стойкость ну в общем все то что не связано с механическими характеристиками материала какие бывают композитные материалы можно классифицировать по механической структуре это когда мы наполняем либо волокнами либо слоистыми какими-то армирующими материалами либо дискретными материалами какой-нибудь фиброй или порошком или еще чем-то то есть по механической структуре и по природе матрицы мы можем также классифицировать материалы можно конечно еще ввести дополнительную классификацию но вот такой для хорошего базового понимания данной классификации достаточно по природе матрицы мы можем использовать полимеры или пластики для того чтобы придать материалу монолитность то есть использовать в качестве матрицы можем использовать металл как ни странно можем использовать керамику и можем использовать углерод так называемый углерод углеродные композиционные материалы то есть это вообще наверное, самый такой интересный, когда волокна углеродные в виде каркасов насыщаются еще дополнительно углеродом для того, чтобы придать монолитность этой структуре и используются потом для различного рода применения. Конечно, выбор матрицы определяет то, для чего вы эти материалы будете впоследствии использовать. Ну, если кратко, то основными преимуществами композитов будут удельная высокая прочность и удельная высокая жесткость, то есть модуль упругости. Почему удельная? Потому что мы сравниваем эти материалы относительно их плотности. Плотность – это вес материала. Если вы посмотрите на первый вот этот вот блок, то там из конструкционных материалов наиболее легким будет, наверное, дерево, но если вы посмотрите на прочность и на жесткость дерева, у дерева будут также при этой легкости и невысокие показатели. Сталь или алюминий или титан имеют очень высокие прочностные показатели, но при этом самая высокая плотность, порядка 7800 килограмм на кубический метр, дает высокую массу изделий, сделанных из стали, при высокой прочности. Композиты и углепластики включают в себя высокие механические характеристики, но при этом плотность и, как следствие, вес у изделий невысокий. Отсюда мы сразу наталкиваемся на мысль, какие области применения для композитов будут приоритетными. Это все, что требует легкого веса при высоких механических характеристиках. Это авиационная техника, это космическая техника. Я вот слышал, что 1 килограмм массы доставить в космос стоит порядка 700 тысяч долларов. То есть, чтобы вот запустить в космос, например, на станцию космическую, вот примерно в такие цифры обходится это. Если у вас сделан элемент ракеты, например, из углепластика, то вы очень сильно экономите на весе и повышаете полезную нагрузку этой ракеты, которая может отвезти, например, какой-то груз или спутник на орбиту. Хотел бы поподробнее рассказать про углеродные волокна, потому что углеродные волокна – это как раз наша специализация, это наш ключевой продукт, на основе которого мы строим все последующие наши виды деятельности и наши продуктовые сегменты. Какие сейчас у людей ассоциации вызывают углеродные волокна? Ну, это такой своего рода какой-то хай-течный материал, то есть там это для конструкторов материал там, скажем, мечты, то есть прочный, легкий, вот, долговечный, потому что усталостная прочность тоже является ключевым преимуществом углеродного материала, углеродного волокна. Вот, это ассоциируется с какими-то дорогими машинами, это ассоциируется с какими-то, не знаю, крутыми яхтами, ну, то есть вот ассоциации у людей с, вот мы когда общаемся, такие вызывает этот материал. На самом деле, вот, если проанализировать, углеродное волокно – это такой материал, который, если вы посмотрите, как он сравнивается по своему размеру с человеческим волосом, да, то, ну, я не знаю, на мой взгляд, в десятки раз более тонкий, чем человеческий волос, вот, при этом обладает очень высокими механическими характеристиками. Из чего производится углеродное волокно? На сегодняшний день три, мы говорим о промышленном производстве, три ключевые сырья, три ключевых типа сырья есть для производства углеродного волокна. Это полимерное волокно полиакрилонитрильное, не знаю, знакомы вы с ним или нет, но я уверен, дело вы с ним постоянно имеете, потому что очень много нашей одежды, да, ну, если это там не шерсть или еще что-то, делается из текстильного полиакрилонитрильного волокна. И, на самом деле, впервые углеродное волокно было получено из этого типа сырья, когда оно уже широко применялось в производстве тканей, текстиля и прочее. Просто люди подумали, что, а почему бы не превратить его в углеродное волокно? Это пеки. Пеки – это могут быть нефтяные или каменноугольные пеки. Углеродное волокно на основе пеков обладает супервысоким модулем упругости, но при этом достаточно дорогое, трудный процесс производства, выпускается, в общем, не очень много его. И на основе вискозных волокон тоже есть углеродные волокна, имеют свои также отличительные черты, преимущества. Но о них я не буду рассказывать, потому что это очень малый сегмент. В основном все углеродное волокно производится на основе полиакрилонитрила. Как выглядит процесс? Достаточно он многостадийный, достаточно сложный. Все начинается, как ни странно, от нефти. Далее идет производство акрилонитрила. Далее из акрилонитрила делается полимер полиакрилонитрил. Из полимера делаются волокна, которые впоследствии выглядят вот так, как на рисуночке под номером 5. Это такие белые нити. Это сырье предшественник углеродного волокна. Также он называется еще прекурсор. Вот такое вот импортное слово. Какие бывают углеродные волокна? Тут я долго вам не буду рассказывать, потому что это уже не для общего базового понимания, это уже какая-то специфика. Классифицируются волокна по модулю упругости. Модуль упругости – это способность материала сопротивляться деформации под нагрузкой. То есть если грубо, то вот вы берете резину, вы ее тянете, она очень хорошо тянется до того момента, как порвется. Если вы берете углеродное волокно, вы его начинаете тянуть, оно практически не деформируется, не удлиняется до того момента, как оно уже разорвется. Классифицируются по модулю упругости от низкомодульных до сверхвысокомодульных. Так выглядит процесс получения углеродного волокна. Процесс также очень сложный, трудоемкий, что на сегодняшний день является сдерживающим фактором по применению волокна, поскольку цена всегда играет роль для людей, которые решают, из чего сделать изделие и потом проконкурировать с этим изделием на рынке. Примерная схема линии технологической состоит из следующих этапов. Это окисление на воздухе, обычно это происходит. Если вы посмотрите, то в процессе окисления происходит межмолекулярная и внутримолекулярная сшивка. Молекул полиакрилнитрила образуется вот такая вот уже структура, как вот снизу. Далее происходит карбонизация, когда уже волокно приобретает, теряет атомы углерода, ой, точнее, теряет все другие атомы, кроме атома углерода, и образуется, в общем-то, уже углеродное волокно с содержанием от 92 до 99% углерода. Ну и есть еще отдельная, например, стадия графитации, это вот как раз для получения высокомодульных волокон, при котором также происходит перестройка структуры, получается такие вот плоскости образуют уже графитовые, модуль упругости растет, но прочность при этом немножечко падает. И используется еще поверхностная обработка с целью придания волокну возможности работать вместе с полимерной матрицей, потому что по своей природе углеродное волокно, оно очень инертно и ни к чему не хочет прилипать, то есть если вы будете делать из такого волокна необработанного изделия, композиты, то у них могут быть очень высокие характеристики, потому что нет вот этого вот однородности работы матрицы и армирующего материала. Типы продуктов на основе углеродного волокна, как оно применяется? Это могут быть дискретные волокна, да, для наполнения каких-то литиевых компаундов, это могут быть однонаправленные ленты, вот как раз я образцы привез, тут есть образец однонаправленной ленты, можно будет потом посмотреть. Могут быть равнопрочные ткани, это когда материал может работать в двух направлениях с одинаковыми прочностными характеристиками. Нетканные материалы, своеобразные маты, могут быть плетеные структуры брейдинговые рукава, и также могут быть припреги, которые представляют собой уже пропитанные связующими ткани, которые впоследствии применяются для изготовления изделий. Ну, по связующим много я не хотел уделять этому моменту внимания, потому что тут можно отдельную целую дискуссию, там, на три часа и больше затеять. То есть, какие бывают, сколько видов. Ну, вот если разделить на верхнем уровне, то разделяют термореактивные связующие, это которые под действием тепла, температуры, отверждаются, и после этого их уже нельзя расплавить. И могут быть термопластичные связующие, которые нагреваешь, они расплавляются, ты делаешь изделия, они остывают, затвердевают, можно потом опять нагреть, переформовать и прочее-прочее. Методы изготовления. Как же делают композиты? Да, то есть, если мы говорим про традиционные материалы, металлы, сплавы различные, там есть свои методы изготовления. У композитов тоже есть отдельный блок своих методов. Самый простой напыление, это когда через форсунку смешанное рубленое волокно со смолой подается на предварительно подготовленную форму, далее это все затвердевает, и получается изделие. Также очень похоже устроено ручное формование, это когда вы выкладываете сначала, например, ткани, потом берете просто смолу, кисточкой или валиком промазываете, вот, ну, я когда был маленький, у меня дедушка так лодку клеил на даче. Вот она у него там потом ломалась, он ее переклеивал по новой. Вот это ручное формование. Вакуумная инфузия уже посложнее, но и изделия получаются более качественные. Это когда у вас под действием вакуума происходит пропитка полимерным связующим того армирующего наполнителя, который вы выбрали. Похоже на вакуумное формование, это технология РТМ. Это очень схожая технология, но разница заключается в том, что в технологии РТМ вы принудительно еще качаете связующие, то есть подаете его под давлением небольшим, для того, чтобы оно более быстро смачивало и пропитывало весь ваш наполнитель. Делается это для того, чтобы сделать массовое производство, потому что вакуумная инфузия достаточно длительный процесс и медленный. РТМ-технология позволяет быстро впрыснуть смолу в форму и быстро изделия потом вынуть, произвести для ускорения процесса. Также изготавливаются композиты методом филаментной намотки. Это когда у вас есть волокно, оно смачивается связующим, пропитывается, и далее вы какие-то цилиндрические изделия можете наматывать. Это делают трубы таким образом, делают таким образом баллоны различные. То есть все, что имеет цилиндрическую форму и что можно наматывать. Пултрузия также очень интересный перспективный метод. Подходит для изделий какой-то профильности. То есть когда у вас, например, это поганажные изделия, это может быть какой-то оконный профиль, это может быть какой-то, я не знаю, там лоток для прокладки кабеля и перила, для каких-то ограждений. Материал подается в фильеру. В фильере под действием температуры и давления материал отверждается и уже вытягивается специальными захватами в виде вот таких вот профильных изделий, вот как представлено на рисунке. Отдельная тема, она в принципе достаточно большая, но она очень широко применяется и достаточно перспективна, особенно там, где нужно получить максимальное качество изделия. Это авиация, космическая техника, автомобилестроение сейчас эту технологию применяют. Это изготовление изделий с использованием припрегов. Припрег, термин, который у нас в языке появился от английского термина preimpregnated material, то есть предварительно пропитанный. То есть вам не нужно уже организовывать процесс таким образом, что вы подаете какую-то смолу там или намазываете, или еще что-то. На специальном производстве делаются вот такие вот материалы, пропитывается ваш наполнитель, ткань специальным связующим. Все, что вам остается, это только его взять, выложить форму и, грубо говоря, отвердить, придать ему, то есть уже конечный вид. Вот как происходит выколотка. То есть материал поставляется с защитными такими слоями. Оператор удаляет эти слои, выкладывает его в форму, придает ему специальную такую форму оснастки. Это ручная выкладка. Или это могут быть специальные машины, аппараты, которые в автоматическом режиме выкладывают сложные геометрии изделия. Очень часто встречается в авиации такая технология. То есть вот если кто-то из вас слышал, сейчас такой ключевой проект российской авиационной отрасли, это средний дальнемагистральный самолет МС-21, который является на сегодняшний день достойным конкурентом продукции Аэрбаса и Боинга. Вот, то есть, ну, можно даже погордиться за нашу авиационную отрасль. Вот там используется как раз машина автоматической выкладки, которая позволяет автоматизировать процесс, то есть снизить вероятность какой-то ошибки оператора, там какого-то брака и прочее, и тем самым повысить качество и производительность труда. Далее то, что вы выложили, вы либо помещаете в пресс-форму, которая потом смыкается, дается температура, отверждается и изделие вынимается из этой пресс-формы. Либо вы помещаете это изделие в специальный автоклав, это сосуд, в котором создается давление, в котором создается температура, и под действием этих условий происходит отверждение материала. Также очень широко используется автоклавная технология в авиационной отрасли. Ну, поскольку авиационная отрасль – это самое требовательное к качеству, все самое сложное и высококачественное в этой технологии применяется именно для изготовления изделий. Кратко хотел бы вам рассказать о том, вообще как сейчас обстоят дела в этой отрасли, то есть где мы в мире, я не знаю, если мы сейчас по изготовлению компьютеров, наверное, не на первых местах в мире, по химической технологии, наверное, не на последних, то как вот обстоит дело в отрасли. На сегодняшний день объем потребления углеродных волокон в мире примерно 70 тысяч тонн на 2017 год. Если вот вы посмотрите на рынок других конструкционных материалов и сравните, то вот углеродное волокно, рынок углеродного волокна будет вот та вот маленькая дробинка по сравнению с рынком бетона, стали, пластмасс, алюминия, стекла, титана. О чем это говорит? Говорит это в принципе, ну, это как у оптимиста и у пессимиста. Может быть, стакан наполовину пустой, а наполовину полный, да? То есть кто-то скажет, что это вообще крошечный рынок и перспективы у него нет. А кто-то скажет, что бетоны существуют давно, стали существуют давно, композиты, особенно на основе углеродного волокна, существуют не так давно, и поэтому у них будет огромный потенциал к росту. Да? То есть сейчас рынок маленький, но будет очень большой. По сравнению с рынком стеклянных волокон, рынок углеродных волокон в 75 раз меньше. По сравнению с рынком алюминия, рынок стеклянных волокон в 12 раз меньше. Ну, если перемножить, да, получится во сколько раз мы проигрываем нашему самому главному конкуренту в конструкционных материалах, в авиационном назначении, в космическом назначении. Сейчас на рынке присутствует порядка 15-20 производителей. Есть очень крупные, такие как компания Торей, Золоток, есть не очень крупные, как компания Юматекс, но которая имеет хороший потенциал к росту и стремится к расширению своих объемов производства и сбыта продукции. Все игроки, в принципе, вот я сейчас на слайде показал ряд проектов, которые строятся, это новые заводы, все инвестируют в данную отрасль, и, в принципе, все игроки сходятся во мнении, что отрасль так или иначе будет демонстрировать примерно 10% годовых, среднегодовой темп прироста. Это на самом деле очень высокие цифры. Для традиционных материалов это исчисляется там одним-двумя процентами. Очень похоже на рост ВВП для традиционных областей. Композиты на основе углеродного волокна в 10 раз обгоняют. Если мы посмотрим по регионам, то лидером по применению композитов является сейчас Северная Америка. Это США и Канада в первую очередь, конечно же. На втором месте будет Европа. На третьем месте будет Китай и Азия. И Япония и остальной мир будут замыкать пятерку лидеров. Россия в этом плане, наверное, занимает 0,5% от всего мирового рынка потребления углеродных волокон. Какие ключевые тренды, выводы сейчас на данный момент можно сказать? Это то, что продолжаются существенные инвестирования в создание мощностей, создаются кооперации. То есть уже игроки углеродных волокон, рынка углеродных волокон, они не просто сами стараются развивать, они уже создают альянсы с автопроизводителями, с производителями ветра, лопастей, и тем самым стараются стимулировать внедрение этих материалов. Все наращивают, естественно, компетенции свои и формируют ключевые ноу-хау, которые позволяют компаниям конкурентоспособность на рынке приобретать. И в этом плане, кстати, вот если вернуться к тому, о чем я вначале говорил, о том, что чем заинтересовали меня, например, композиты, и что может быть интересно вам, это огромное поле для формирования результатов интеллектуальной деятельности. Поэтому мне лично это было очень интересно с точки зрения того, что в этой отрасли очень много нового еще не открыто, очень много нового можно придумать и сформировать какие-то конкурентные преимущества, новые технологии, новые продукты. Почему, например, неинтересно заниматься металлами? Потому что металл очень хорошо изученный материал, и там уже поле для деятельности, для какой-то научной мысли или для разработчиков, оно немножечко уже более лимитировано, чем, например, в теме композитов. Ну и кратко хотел рассказать, чем занимаемся мы в Росатоме. Вот вы видите сейчас географию Юматекс Групп. На сегодняшний день у нас предприятия располагаются по нескольким регионам России. Это у нас в Саратовской области есть завод, в Челябинске, в Татарстане, в Московской области, в Москве у нас управляющая компания и R&D-центр. И у нас два ключевых торговых дома на тех территориях, где мы распространяем свою продукцию за пределами России. Это Евросоюз, торговый дом в Чехии, и торговый дом в Шанхае, который занимается продажами наших материалов в Китайской Республике. Ключевые продукты наши это углеродное волокно, ткани на его основе, припреги, готовые изделия. И также мы сотрудничаем и развиваем направление инжиниринга и научно-исследовательских услуг, помогаем компаниям разрабатывать продукты с применением наших материалов. Это так мы видим себе рост рынка к 2025 году. На сегодняшний день примерно 400 тонн в год потребления углеродного волокна в России. К 2025 году мы видим реальные возможности, в том числе за счет тех проектов, которые реализуем сами, чтобы эта величина достигла двух с половиной и даже трех тысяч тонн. Авиация ключевой драйвер. И тут мы уже работаем с ключевыми компаниями, которые выпускают авиационную технику. Это сухой, вы знаете, самолет сухой суперджет, достаточно хороший сейчас самолет для ближнемагистральных перелетов. Вертолеты России объединенные двигатели строительные компании, это компания, которая делает двигатели для авиационной техники. Объединенная авиастроительная компания и аэрокомпозит. Это я уже кратко рассказал о проекте МС-21. Вот как раз самолет на фоне вы видите. Как раз МС-21 на этой картинке изображен. Судостроение также ключевой потребитель и сегмент отрасли, который мы видим, за которым будет существенный рост. Сейчас уже поставляем материалы на экспорт в основном в Италию для компаний ТНТ и Сан-Лорензо, которые делают яхты. В принципе, достаточно много яхт уже было выпущено с нашими материалами. В России это СНСЗ, Средненевский судостроительный завод, который также очень активно внедряет композитные материалы в изготовлении своих судов и композитные кораблестроения. Автомобилестроение также это сейчас один из глобальных трендов, поскольку вы знаете, что в США, Евросоюзе и с задержкой в остальном мире очень ужесточаются требования к выбросам газов, загрязняющих атмосферу. И с каждым годом в Евросоюзе и США, если ты не выполняешь нормативы по выбросам газов, ты получаешь штрафы, ты платишь повышенные пошлины. И два способа есть, чтобы снижать этот уровень. Первый это повышать топливную эффективность двигателей, то есть чтобы двигатель потреблял меньше топлива. И второй это облегчать вес автомобиля, соответственно то, чтобы двигатель меньше потреблял топлива, для того, чтобы его передвигать этот автомобиль и меньше выбрасывал газов. проекты, которые мы сейчас реализуем сами, это изготовление лопастей для ветрогенераторов. Росатом сейчас уже примерно 1 гигаватт энергии строит ветрофермы, которые будут генерировать и для ветрогенераторов необходимы лопасти. Почему? Потому что в принципе длина лопастей сейчас достигает уже 90 метров. Я вот был на производстве ветра лопастей, я себе просто не мог представить такой масштаб, а это была лопасть всего лишь 50 метров. Лопасти, которые устанавливаются на офшорных, это в морях в ветропарках, они достигают 90 метров. Это просто невообразимый масштаб. И если делать это изделие не из композитных материалов, то в принципе изделие невозможно спроектировать, потому что вес такой длинной лопасти просто не позволит ветру крутить этот ветряк и генерировать энергию. С применением композитных материалов это становится возможным, и ветроэнергетика наверное такой один из трех самых ключевых потребителей углеродного волокна и композитных материалов. Сосуды под давлением, то есть в продолжении автомобильной тематики все вы знаете, что еще есть один на самом деле способ снижать выхлоп газов, это вообще на самом деле уйти на гибридные или электрические двигатели. Но электромобили они конечно хороши, но не во всех климатических регионах они могут быть использованы, а Россия страна в общем-то северная и для нас эта проблема очень актуальна и ключевым трендом в этой области является газомоторное топливо. А чтобы иметь возможность ездить на газомоторном топливе, вам нужны сосуды, которые выдержат высокое давление этого газа, который внутри у вас баллона сконцентрирован до 200-250 атмосфер. Поэтому углеродное волокно тут является материалом просто идеальным для этого изделия, поскольку очень высокое прощество обладает и легкое. Строительство. Все больше и больше сейчас проектов с внедрением композитных материалов реализуются в строительные отрасли, но одним из ярких вот прям примеров это представьте себе цех завода, который производит какие-то изделия. И у вас уже подошел срок капитального ремонта, например, балки перекрытия уже износились, пришла экспертиза, сказал, вам надо ремонтировать. Вы можете закрыть цех, вывести оборудование и традиционными материалами разобрать крышу, сделать новые балки и сделать новую крышу, опять завести оборудование. Примерно у вас полтора-два года этот процесс займет и вы будете терять убытки на том, что вы не производите продукцию в эти полтора-два года. С применением систем внешнего армирования это можно сделать без остановки производства. То есть цех работает, устанавливают специальные леса и на эти балки, которые требуют обновления и ремонта, наносится со специальным клеем ткань углеродная, которая усиливает эти балки и еще продляет им срок службы на 10-15-20 лет. То есть это вот сейчас очень широко востребовано, очень широко применяется в строительстве. Но эффект очевиден. Вы либо полтора года ничего не производите, либо вы не останавливая производство, ремонтируете эти балки и довольны и счастливы работаете дальше. И спортивные товары сейчас активно используют углеродное волокно и композитные материалы, клюшки, удочки, различные велосипеды. Конечно, это на сегодняшний день все спортинвентарь для профессионалов, для спорта высоких достижений, но с внедрением новых технологий это все шире и шире идет в массы. Например, сейчас уже лыжи с применением углеродного волокна можно купить за вполне вменяемые деньги и наслаждаться прогулками по лесу, даже если вы не спортсмен и вам не на Олимпиаду. Ну и в завершении своего такого рассказа хочу сказать о том, что мы ежегодно проводим форум композит и без границ. Проводится он, конечно, в Москве. Вот в этом году он будет проводиться в шестой раз в Сколково 25 октября. На форуме будет представлено очень много производителей композитных материалов, будет много докладов и выступлений по разным тематикам, как раз-таки по разным секциям композит в строительстве, композит в автомобилестроении, композит в авиации. В принципе, всех приглашаем, у кого будет интерес, регистрируйтесь, посещайте этот форум. Даже если вы не посетите его, впоследствии на сайте форума будут выложены все материалы различных докладчиков, будут выложены их презентации, можно будет посмотреть, кого это заинтересует, опять же. Ну, у меня, наверное, все. Надеюсь, я там лимит по времени не выбрал. Мне бы хотелось поблагодарить вас за то, что вы пришли сегодня на нашу лекцию послушать про композитные материалы. Вот. Всем спасибо. На этом я, наверное, заканчиваю. Если у кого-то будут вопросы... И хочу напомнить, что по условиям нашей встречи хорошие вопросы будут стимулироваться подарками. Конечно. Так что задавайте вопросы. Кстати, я посмотрел, подарки действительно очень интересные, книги отличные, я бы сам себе такие книги хотел получить. Как попасть? Да. Смотрите, на самом деле, вот как я попал, я учился в ВУЗе и в этом ВУЗе компания, в которой вот я сейчас работаю, она участвовала в ярмарке вакансий. Вот. Это первый способ. Второй способ, ну, наверное, сейчас ни для кого не секрет, интернет решает все. Вы можете зайти на наш сайт, у нас там есть раздел, по-моему, вакансии, можно написать на почтовый адрес, можно отправить свое резюме, то есть это не куда-то будет в, да, в дальний ящик. Мы это все рассматриваем, в общем-то, это мы все связываемся. Какие условия, какие-то ящики? Какие условия именно найма, вы имеете в виду? Да, какие условия? Ну, это как химия, там, физика, или припоминные механизмы? Ну, зависит от того, в какой области вы хотите развиваться. Например, если вы хотите заниматься производством, да, то это будет, ну, вам нужно базовое образование, вам нужно какой-то опыт, вам нужно будет пройти стажировку, да, ну, скорее это будет химическое образование или материаловедческое в области композитов. Если вы хотите заниматься разработками, то же самое, если вы хотите, ну, и желательно для разработок какой-то опыт там, да, либо вы кандидатскую какую-то делали, изучали какую-то тематику в этой области. Если, ну, у нас есть много разных позиций, можно, например, заниматься продажами, да, то есть для продаж какой-то, например, тоже нужен определенный опыт, там больше скорее работают человеческие качества, коммуникабельность, открытость. У какого-то одного ответа нет, но преимуществом является профильное образование в области композитов и химии. Еще вопросы? Дополнить можно? Не вопросы, дополнить. Вот мы очень мало как коснулись тематики отвердителей. Вы сказали, что смолы, вот, а отвердитель у вас два раза только проскочила, то есть тепловые отвердители, когда отвердить форму делаются, а если еще химические отвердители, есть смешанные отвердители, вот что? Да, но я, наверное, не соглашусь с вами, я немало коснулся, я вообще не коснулся отвердителей, да. Вот. Но тема это очень обширная, да, я вот смогу сказать на своем опыте, как раз-таки занимался проектом по разработке связующих припреговых, и это просто поле для таких маневров по выбору отвердителей, по выбору композиций. Если у вас какой-то интерес есть к отвердителям или вы что-то хотите сказать, что вы там, например, разработали какой-то интересный отвердитель. А, вы бы хотели услышать про отвердителя? Пожалуйста, вопрос. Вы коснулись темы того, что вы были на заводе, видели ветряки, которые лопасти достигают примерно 90 метров. Подскажите, в России есть где-то примеры, где они установлены или меньше длины лопасти? То есть используются, то есть куда-то можно приехать, посмотреть? В России есть сейчас один ветропарк в Ульяновской области. Там длина лопасти небольшая, порядка 46, там или даже может быть чуть поменьше, я точно не помню. Вот, сейчас в России, наверное, в следующем году будет введено уже два ветропарка. Один будет ветропарк Росатома, один будет ветропарк Роснано в следующем году. Там будет вот на Росатомовском ветропарке наша лопасть 56 метров. Это все будет в республике Адыгея, если мы говорим про Росатом. И завод наш по производству лопастей будет в Волгодонске. Это Маш. Это Маш. Да. Пожалуйста. Угнионные соединения только не очень достали. Скажется, непрочные, легкие, но непроверенные дыхания. Доказательства есть еще? Вот металл, допустим, в области металла здесь проверенное время. Не ломаются, работе там уберешься. Волгоны металлы прощения. Если я правильно понял, вопрос заключается в том, насколько композиты проверены применением времени. Я могу сказать, что в каких-то отраслях больше, в каких-то меньше. В авиационной отрасли уж точно они проверены и существуют специальные исследовательские прям целые организации, которые там и на усталостные прочности, и на климатические испытания. То есть материал в авиационную отрасль вообще где-то три года испытывается перед тем, как быть допущенным. То есть вот мы сейчас столкнулись с такой сложной задачей. У нас есть самолеты, в которых нужно заместить импортный материал. вы знаете, санкции, самолеты это все-таки стратегическая отрасль, и не поставляют иностранцы материал. Вот когда было все хорошо, запроектировали самолет с этим материалом, а сейчас стало, что его не поставляют. И у нас есть замена, но для того, чтобы, например, аэрокомпозит смог в крыле самолета этот материал использовать, три года должны проходить испытания. То есть порядка полторы тысячи образцов делается на разные, разные, разные испытания, вот, и три года идет программа квалификации специальной. То есть отвечая на ваш вопрос, я скажу, что все применительно к различным отраслям. Вот, например, когда я рассказывал про систему внешнего армирования, там, конечно, такого колоссального набора испытаний нет. Это вот для усиления балок строительных. Вот, там все как бы определяется опытом, испытанием в строительных университетах, когда делаются балки в натурную величину, разрушаются и допускается потом это решение в своде строительных норм и правил. Вот как-то так. Конечно, материал моложе, чем металлы, например, да, и такой же выборки, такой же статистики по нему пока нет, но там, где применение очень ответственное, очень широкий спектр, тщательно все проверяется, много испытаний делается. Спасибо. Вопрос у вас очень хороший, правильный. Есть перспективы развития компонентных материала по образу медицинского прохитения? Отличный вопрос. Вот об этом я как раз не рассказал. Спасибо, я сейчас интерес понял, что есть. Ответ да. И что конкретно сейчас мы уже делаем? Мы уже сейчас работаем с несколькими компаниями. Первое применение. Есть такая отличная компания Моторика называется. Они делают протезы конечностей. То есть людям, которые по стечению ситуации попали в такое положение, что им нужен протез, применяем мы сейчас углепластики для того, чтобы этот протез был более легкий, для того, чтобы он был более функциональный. Там специальные применяются материалы, которые биосовместимые, но ответ да, углепластики там применяются. Второе направление это углерод-углеродные композиционные материалы. Мы как раз сейчас с Валерием Николаевичем разговаривали на тему протезирования углерод-углеродными композиционными материалами различных частей тела, костей. Есть там конечно трудности, но есть примеры успешного внедрения. Например, суставы из углерод-углеродных композиционных материалов также заменяют. Позвоночные диски. Спасибо за вопрос. Расскажите, насколько производство композитов более экологично, чем, например, металлургия и другие виды промышленной? Я могу сказать, насколько оно в целом может считаться экологичным или не экологичным. Я не эксперт в металлургии, не могу сказать, насколько там ситуация хороша или плоха. Но в целом, как и вся химическая промышленность, конечно же, это не зеленая технология, все, что идет из нефти, уже поаприори не называется зеленым. Но что я могу сказать, что современные методы создания производств, инжиниринга, решения по утилизации отходов, решения по очистке выбросов, они, в принципе, позволяют добиться того, что это никак не загрязняет окружающую среду. Например, если вот эту тему развивать, мы сейчас занимаемся проектом по утилизации отходов композитного производства, потому что мы видим такой тренд, что скоро, если вы приезжаете к покупателю своему и предлагаете ему, например, какие-то материалы, припреги, то если вы ему не предлагаете одновременно с этим контракт на то, что вы будете у него забирать отходы его производства, то, скорее всего, он выберет не вас в качестве поставщика. Поэтому развиваем технологии по вторичной переработке. Это вообще сейчас очень большая и сложная задача и действительно вызов перед теми, кто этим занимается. Спасибо за вопрос. когда у нас будет домашняя 3D-печать из... ну или домашняя, мелкоавтовая, мелкопромышленная 3D-печать из композитора. Будет ли? Это вопрос я так понимаю больше даже в сферу следующих убирающихся. Можно подтверждать там вакуум или какие-то плавные калии? Не в обиду вам отвечу. Так, вчера она уже появилась. Я бы купил из этого. У меня у знакомого на балконе стоит 3D-принтер, который печатает в том числе с применением нашего углеродного волокна. А как идти? Что искать? Где читать? Компания называется Пикассо. Запишите. В Зеленограде находятся ребята выпускники Бауманки сделали 3D-принтер наверное еще 5 лет назад. Сейчас по 100 принтеров в месяц продают. Вот я с ними недавно общался. Они говорят мы уже вообще говорит ну вот если что-то там сломалось дом или еще что-то там или говорит вот воронка мне нужна была мы уже говорит в магазин не ходим. мне говорит воронка нужна была я говорит быстро модель сделал напечатал на балконе на 3D-принтере и начал разливать что-то там по бутылкам. плотность технологичность композитных материалов но она в районе полтора грамма а вот изделия соотношения которые выполняют кондициональность у них плотность как раз идет на порядке согласен конечно конечно все правильно вы говорите еще вопросы применяется именно на основе углеродного волокна я затрудняюсь ответить но например на основе стекловолокон печатные платы конечно применяются очень активно на основе углеродного я сейчас не готов ответить все-таки например мы не развиваем в этом направлении свои продукты там такая история углеродное волокно же все-таки материал проводящий и тут надо быть надо понимать для чего нужно именно углепластик в электронике да да поясните потому что стеклоткань давно известна применяется там всеми подряд и следующие для нее были самые разные и там история полвека точно а сейчас речь идет вот на слуху только углеродное волокно на самом деле на практике они применяются вместе будто бы тот же велосипед та же выжая это 90% стеклоткани сверху чуть-чуть углеродное а ну какое-то вытеснение углеродом стекла оно происходит или вот почему то есть ваша компания во всей лекции стеклоткань прозвучала только сейчас хотя на самом деле она там значительно чаще встречается она не перспективна или она просто дешево как на это правильно смотреть философский вопрос я бы сказал что мы не вытесняем стекло композиты мы с ними соседствуем как бы вместе работаем на одном рынке просто если вот например мы берем лопасть для ветра генератора то это изделие которое содержит в себе и углеродное волокно и стекловолокно почему потому что вот эти вот поверхности обтекаемые ветром корки вот так называемые они делаются из стекловолокна почему потому что оно дешевое а там материала нужно много а конструкционная часть которая нагрузку несет то есть там в лопасти есть так называемые ребро жесткости вот оно делается из углеродного волокна потому что углеродное волокно дает механику более высокую но при этом из-за того что оно дороже конечно оно не используется для вторичных структур так скажем вот первичные нагруженные структуры оно идет а стекловолокно идет для вторичных структур поэтому я бы сказал что эти два материала будут соседствовать всегда и они будут использоваться наиболее грамотным образом для того чтобы достигнуть конечных целей при производстве изделия нет только углеродного волокна да 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 ну что наверное последний вопрос в оборонной промышленности применяются конечно конечно все что связано с все что летает самолеты ракеты все конечно требует легкости и прочности и углеродное волокно находит применение в этом случае интересно интересно что углеродное волокно применяется на самом деле и в атомной отрасли если вы знаете атомная станция использует топливо да то есть это обогащенный уран вот для того чтобы обогащать уран необходимо углеродное волокно потому что используются высокоскоростные центрифуги и при таких скоростях вращения обычные материалы они просто не выдерживают а одна центрифуга должна 30 лет отработать вот тоже отрасль применения углеродного волокна спасибо большое добрый день уважаемые коллеги скажу так почему потому что когда вы выбрали свое будущее через Донской государственный технический университет и проявляете интерес к таким современным материалам как композиты вы наверняка должны во главу всех своих размышлений ставить то что как я всегда на лекциях на первых своих говорю мы живем с вами в материальном мире а значит преобразование материального мира это наши успехи в будущем вот композитные материалы это одно из таких достаточно новых направлений и я здесь хочу добавить немножко Семена вот в ответах на вопросы вот был вопрос о долговечности новых материалов в том числе композитных а потом в общем я плавно так перейду к тематике своей своего сообщения я говорил что это не лекция я специально не готовился на сообщение вы должны знать что делается в нашем вузе современного в области материаловедения в том числе композиционных материалов покрытий и так далее так вот есть такая характеристика как несущая способность вот мы сегодня говорили о композиционных материалах о длине там допустим лопасти длине крыла и так далее несущая способность как бы это смешно не выглядело это длина изделия или материала который он выдерживает то есть стержня фактически под действием собственного веса и вот чем меньше плотность материала Василий это вам чем меньше плотность материала тем выше его удельная прочность как бы это не казалось смешным и возможно уменьшая плотность материала увеличить прочность его за счет малой массы малой плотности и у него будет большая несущая способность она может быть там 16 18 километров тогда как устали 13 километров здесь такая игра слов несущая способность измеряется в километрах это первое второе но мы сейчас живем в такой замечательный экспрессный век что нет необходимости столетиями проверять одни и те же материалы для этого существует моделирование для этого существует самые разнообразные методы испытаний вот смотрите например стальные изделия или металлические изделия они испытываются на самое жесткое нагружение это разрыв растяжение и как правило прочность материалов испытывается на растяжение а композитные материалы на растяжение не работают а работают на сжатие испытания проводят на сжатие но с другой стороны мы можем проводить циклические испытания мы можем проводить термоциклирование и так далее то есть мы фактически проведя длительные испытания можем спрогнозировать срок действия как материала так и изделия в целом тем более сейчас есть такие испытательные центры ну вот например испытательные машины инстрон я приведу такой простой вам пример мои коллеги знакомые в из московского энергетического института я когда-то там тоже учился вот они проводили испытания шпилек которые крепили силовые блоки саяно-шушенской гэс в полную величину этих шпилек на приборе инстрон он конечно не российского производства английского производства но готовое изделие испытывалось на кручение на разрыв на циклические нагрузки и тем самым в конечном счете был заменен материал который теперь выдержит не один десяток лет поэтому в принципе нет необходимости веками или делать вековую какую-то традицию я другой вам еще пример приведу если вы люди пытливые то наверняка посещая музеи обращали внимание что когда мы жили не мы а наши предшественники жили в бронзовый век то есть век когда использовалась медь в основном то эти изделия все как правило очень материалоемкие потому что прочность достигалась массы а когда перебрались в железный век то из-за возможности преобразования в твердом состоянии стали и чугунов появилась возможность осуществлять новые технологии такие технологии сейчас они старые но раньше они назывались новыми это была термическая обработка и за счет термической обработки масса изделий резко сохранилась поэтому сейчас стволы у пушек допустим у всех средств вооружения очень тонкие при той же самой а может быть даже более высокой прочности так что композитные материалы и материалы которые вот я думаю в самое ближайшее время у нас получится за счет использования 3D принтеров так называемые аддитивные технологии они будут занимать свое место на этом рынке выполнять свой функционал но не обязательно не заменят все что делается они никогда не станут какими-то несущими конструкциями скорее всего силовыми но свое место они займут и правильно Семен вам говорил стоит принтер на балконе можно делать лейки можно делать там какие-то я не знаю шарниры в мебели и так далее да это все можно делать например у американцев по моим сведениям сегодня на авианосцах стоят 3D принтеры которые запасные части печатают у нас вот Росатом например он тоже в каких-то наверное уже в месяцах от того когда у нас появятся серийные 3D принтеры для печати металлов а что касается цементных материалов что касается полимерных ну я так понимаю уже наверное лет около десяти они достаточно широко используются у нас и в технике и в быту ну это такое реплика что ли на предыдущую лекцию и на вопросы которые к лектору или спикеру как назвали прозвучали ну два слова я просто хочу чтобы вы были в курсе дела совсем недавно где-то года два наверное назад нашим ректорам было принято решение создавать интеграционные центры это наверное правильно потому что если вы хотите заниматься современным материаловедением без современного исследовательского оборудования это сделать просто невозможно время нанайских исследователей прошло это раньше смотрели в микроскоп и то что видели описывали и на основании этого делали какие-то заключения ну еще испытательные машины были сейчас для того чтобы проникать внутрь материала нужны современные рентгеновские микроскопы аппараты дифрактометры нужны современные растровые микроскопы нужны томографы которые позволяют определять дефектность структуры сейчас например есть уже томографы не только в медицинских целях которые применяются а до 20-30 миллиметров просвечивают изделия и всю ретроспективу его изготовления возможно предсказать и вот был создан такой центр превосходства перспективные материалы для высокотехнологичного применения вот я этот центр возглавляю у нас сейчас там 11 лабораторий и о чем я могу с гордостью сказать работает порядка 50 человек это опять-таки отвечая на ваш вопрос на один из вопросов средний возраст в этом центре наверное 34 года то есть у нас очень много молодых ребят это и выпускники юфу это выпускники других вузов достаточно жесткий отбор почему потому что ну приходится решать очень важные серьезные и главное нужные задачи с чем это связано к сожалению вуз не может иметь производство о чем говорил Семен у них есть производство где они могут производить продукцию но есть еще одно обстоятельство когда вы начинаете заниматься какими-то материалами необходимо сразу задуматься а сколько времени займет их сертификация то есть если вы хотите выйти на рынок то надо четко понимать сколько времени займет сертификация уже готового продукта например звучали вопросы наверное от будущих специалистов в области медицинской техники так вот я вам скажу любой материал для медицины в виде имплантата и прочее требует сертификации в течение примерно 7 лет и надо быть готовым к этому что вы 7 лет будете отстаивать свою правоту и при этом конкуренты будут на этом же рынке тоже работать и возможно они запустили аналог намного раньше это все это риски но которые необходимо учитывать поэтому в ВУЗе мы не можем создавать производство но зато мы можем работать с производителями приведу вам такой простой пример опять-таки присутствующий предыдущий спикер об этом обмолвился к нам обратились из мединститута с просьбой аттестовать углерод углеродный композит который используется для имплантата трубчатой кости конечности производят этот углерод углеродный композит во Всеволожске под Санкт-Петербургом он широко используется в качестве позвоночных дисков сколов на костях и очень эффективно работает его применили вот как имплантант для трубчатой кости для соединения потому что было очень большое повреждение 20 сантиметров кости не хватало и вот такой стержень вживили в кость чем углерод углеродный композит замечательный он абсолютно не токсичен ему добро дают таксологи пожалуйста если его правильно изготовить ему можно придать прочность такой же как и у кости в которой он вращивается вопрос теперь состоит я так технократическим языком скажу в адаптации этого импланта с живой костью а это значит что костная ткань должна прорастать в имплантант а имплантант иметь необходимую прочность такую же как и окружающая кость так вот такую кость живили одной девушке и на третий день у нее появилась подвижность у руки но через несколько недель оказалось что отек на руке не проходит ну и тогда провели аналогичный как бы это варварски не звучало аналогичный опыт на крысах дело дело все в том что у шиншиллы например структура кости такая же как и у человека ну и мех хороший как вы знаете опять таки вот ну и после таких вот 15 экспериментов которые мы провели на 15 крысах выяснилось что в этот имплантат костная ткань не проникает то есть как этот углерод углеродный имплантат создается из углеродных волокон диаметром где-то до 6 микрометров плетется скелет а потом пироуглеродом идет осаждение создается своеобразный лабиринт но этот лабиринт оказалось не имеет выходов а для того чтобы прорасталась костная ткань коллаген из которого состоит белок из которого состоят наши кости необходимо иметь каналы или отверстия ну сквозные каналы диаметром где-то до 20 микрон или от 20 микрон мы сделали снимки и связались с заводом производителем показали какой материал они создают вот в ноябре месяце они приедут у нас для них уже есть определенные предложения каким образом его сделать более широко применяемым тем более что для него уже есть сертификат получен мы его производить не можем для этого должно быть высокотехнологичное производство но мы можем зато вносить сюда интеллектуальную составляющую чем собственно говоря центр занимается сейчас сейчас в прошлом году мы выиграли единственное в южном федеральном округе выиграли мегагрант такие мегагранты в количестве где-то 35 грантов разыгрывается ежегодно в России ну до этого ЮФУ выиграл мегагрант потом ЮНЦ Южный научный центр вот теперь мы такой мегагрант он подразумевает что во главе этой работы под которую выигрывается мегагрант должен стоять ученый с очень ну очень высоко признанной что ли в мире нам благодаря нашим старым связям удалось удалось пригласить для руководства работы известного очень биомеханика в мире Майкла Свейна у которого ну вот есть такой индекс Хирша который характеризует научную состоятельность человека то есть это индекс цитирования его и журналы в которых ты публикуешься так называемый импакт фактор вот я могу с гордость сказать что у него 62 индекс Хирша тогда как у нашего президента академии наук 39 вот такой ученый сейчас работает у нас в УЗИ и задача которая стоит в результате выполнения гранта это создание как раз биосовместимых материалов для в качестве имплантатов для полости рта и глазного яблока то есть фактически это создание материалов для имплантатов как костных то есть зубных так и тканевых полости рта а также искусственной роговицы представьте себе искусственная роговица у нее фактически тело должно быть стеклообразное а выходы пластичные потому что она здесь цепляется в тканевую ткань мышечную и вот такую задачу поставили я надеюсь через два года мы сумеем уже сделать серьезный доклад может быть даже Свейн сделает на таком же уровне ну с соответствующими иллюстрациями и так далее дальше я не хотел бы чтобы у вас сложилось мнение что композитные материалы металлические приказывают долго жить ничего подобного дело все в том что вот мы еще занимаемся например нано композиционными покрытиями ведь можно создавать покрытие с определенными свойствами ну например есть паровая турбина в паровой турбине отдельные отсеки этой турбины работают при различных воздействиях первые например турбины они соприкасаются с перегретым паром сейчас температура перегретого пара в турбинах до 150 мегаватт до 200 мегапатт 700-800 градусов значит должны быть либо жаропрочные материалы либо покрытие жаропрочные должны быть на этих лопатках вторая второй отсек лопаток работает контактируя с абразивными частицами это значит абразивная износостойкость должна у этих материалов быть большая и наконец самое сложное условие это когда начинает лопатки турбин взаимодействовать с двухфазным так называемым потоком что это за поток это пароводяной поток и там капли воды ударяют по лопатке со скоростью 700-800 метров в секунду производя эрозию то есть разрушение образуются такие каналы которые прошивают значит предотвратить такую эрозию можно тоже создавая композиционные покрытия каким образом ну например один из способов это магнетронного осаждения то есть испаряются в вакууме частицы какого-то иона какого-то вещества подается реактивный газ частицы взаимодействуют с газом происходит плазмохимическая реакция в результате конденсации эти покрытия оседают на поверхности если иметь несколько будем говорить излучателей можно подавать различный материал а это значит можно создавать слои толщиной 5 нанометров 10 нанометров но таких слоев монослоев в общем покрытии будет 2000 3000 и каждый из слоев или группа слоев будет обладать своими свойствами то есть это фактически металлический композит дальше если опять возвращаться к биосовместимым материалам всевозможные керамики цирконевая керамика титановая керамика это же все материалы которые биосовместимы и опять это металлические композиты поэтому но у них есть еще раз повторяю свой функционал ну еще одно направление это вот смотрите кафедра химии она сейчас создала у нас в нашем МОЦИ или в центре превосходства свою лабораторию добилась того что в результате механохимического воздействия удалось получать оксид графена из графена оксид графена но слоистый причем за счет различного воздействия ультразвукового можно получать различное расстояние между этими пластинами а в конечном счете вводя их горючих смазочные материалы можно существенно изменять трибологические характеристики я хочу чтобы вы правильно поняли в УЗИ сейчас есть среда есть оборудование которое позволяет существенно влиять на свойства материалов поэтому если у кого-то есть интерес в этом мы готовы провести собеседование посмотреть насколько вы готовы для дальнейшего сотрудничества и сделать предложение может быть сначала через магистратуру через аспирантуру а потом если дело дойдет то и через гранты которых мы выигрываем достаточно много что бы я хотел сказать в заключении знаете невозможно придумать материал с исключительными свойствами поэтому вот любое сочинение говорят это яйцо с чего начинаешь тем же должен заканчивать начинаешь с точки и закончить должен с точки прежде чем вы думаете о применении материалов нужно задаться целью и скрупулезнейшим образом выяснить какую эксплуатационную нагрузку должен испытывать этот материал гамма их очень широкая и возможности сейчас чисто технологические тоже просто замечательные а к чему это приводит поменяли крыло снизили расход топлива на 30% уменьшили шумность уменьшили взлетный вес и так далее это самолет что касается материалов для человека вы наверное уже обратили внимание дело не только в 3D печати когда возможны какие-то замены я недавно прочитал как обезьяне пересадили гортань из биоразлагаемого биодеградируемого материала причем у него температура назовем ее формование где-то порядка 78 градусов всего это тоже была большая проблема создали каркас моделировщики точную знали форму этой гортани потом насадили стволовые клетки биоразлагаемые биодеградируемые материалы стали уходить а стволовые клетки прорастают появилась настоящая гортань то есть возможностей сейчас очень много и использовать эти возможности в нашем вузе теперь тоже есть поскольку в течение месяца мы получаем еще томограф в который встроен рентгеновский микроскоп ну и я так думаю что цикл исследовательский в области материаловедения у нас будет закончен в чем недавно немцы приезжали говорить современный уровень а не современный а мировой уровень вот я просто хотел чтобы вы знали направление по которым мы работаем сейчас прочно и плотно как правило все эти направления поскольку они очень современные поддерживаются государством через всевозможные фонды через всевозможные гранты ну и обязательным условием выполнения этих грантов является участие в них примерно 50% бакалавров магистров аспирантов молодых ученых два молодых ученых в этом прошлом году в возрасте 25 лет у нас стали кандидатами физико-математических наук ну вот это то чем мы сейчас богаты спасибо за внимание субтитры